Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о том, как бесплатно получить СУ-130ПМ, если вдруг вы недовыполнили задачу на её получение и понимаете, что уже никак не успеваете. Я уже делал видео о том, что бесплатно можно будет получить СУ-130ПМ. Я хотел на стриме, в общем-то, это сделать, но понимаю, что сейчас не успеваю. На стриме будет разыгрываться на втором канале голда. Кстати, на воткит.ру каждый день проводится розыгрыш 5000 голды. Это, между прочим, пол премиум танка 8 уровня, неплохого такого. Также каждый шестой кейс бесплатно. И из кейса платного, который стоит всего 100 рублей, можно выбить премиум танк 8 уровня и кучу голды. Если интересно, переходи по ссылке в описании и используй промокод. А вот победитель прошлого видео, в этом видео, собственно, разыгрывается тоже голда. Для того, чтобы выиграть, всего лишь поставь лайк и в комментарии укажи ссылку на профиль ВКонтакте. Итак, ребятки, у меня для вас очень интересная новость. Дело в том, что, ну, марафон полная говнина. Уж извините за прямоту, но сколько же он нервов вытрепал многим людям. Но не мне. Потому что что? Потому что я его не выполнял. И жалею я ли об этом? На самом деле нет. Особо не жалею. Может быть, только если чуточку. Но потом я вспоминаю, сколько бы я задротил, сколько бы я сидел на одном месте. И сколько бы я нервов выстрепал. И сразу же мне становится легче. Я понимаю, блин, хорошо, что я не стал его выполнять. Потому что я и так, ну, этот год довольно много проводил времени за игрой. И, знаете, уже надоело просто. Надоела эта нервотрепка. Надоели эти турбосрывы. И надоело то, что баланс катится куда-то в очко мамонта. Извините за выражение, за мой французский. Но действительно, сколько можно разработчики? Вы своими акциями просто убили игру. Ну да ладно. В принципе, получить бесплатно имбовую ПТшку, хоть и позадротив, для многих является, ну, маной небесной. И я их поздравляю. Если у них есть свободное время. Может быть там скилл, для того, чтобы эту получить ПТшку. То флаг им в руки. Но не все ребята такие прыткие. И у них у всех столько свободного времени есть. Все-таки есть учеба, есть работа, есть какая-то личная жизнь. Есть, наконец, не знаю, покушать себе, что-то купить. Конечно, кто-то скажет, блин, я не запариваюсь, спокойно выполнил этот марафон, ты все как бы драматизируешь, не все так плохо. Вам ПТшку на халяву дают премиум, а ты тут ноешь, совсем офигели, иди на завод, там точи детали, ну и все такое. Но я могу сказать на это, что для кого-то это будет реально, ну, еще той занозой в жопе. Потому что за 10 дней тебе нужно преодолеть очень сложные боевые задачи. Если копить опыты, это нужно играть там очень долго. Если вторым способом выполнять там сложные ЛБЗ на 10 уровне, это при том, что сейчас максимальная конкуренция, то есть все потеют в эту фигню, в этот марафон. И приходится играть в полную мощь. И ты, ну, постоянно попадаешь десятки против десяток, и постоянно одна нервотрепка. Я поиграл немного, я сейчас понимаю, я выполнил всего 4 ЛБЗ, даже четвертую еще не до конца выполнил. Ну, выполню ее, наверное, чтобы оборудование получить. Да, может быть, если бы я задротил каждый день, я бы выполнил этот марафон. Но лично конкретно для меня это не принципиально. Зная ВГ, я знаю, что эта ПТ-шка, она появится там рано или поздно со скидкой. Просто я ее приобрету нормально, не парясь. Если она мне потребуется, она, в принципе, мне особо-то и не нужна. Потому что у меня и так пол ангара премиум танков, и хватит, есть на чем фармить. Ну, есть ребята, которым тяжело. Которые студенты, или просто у них не очень много денег, и они такие, блин, ну, я хочу получить эту ПТ-шку. Но я понимаю, что я не успеваю. Я понимаю, что у меня не хватит времени. И как раз для таких ребятушек у меня есть хорошие новости. Я обещал, я сделаю. Но я не могу оплачивать полностью 4 тысячи. Уж сорян, это дофига слишком даже для меня. Я не миллионер, и у меня не так много просмотров. Хотя в последнее время просмотров стало больше, за что я вас, конечно же, благодарю. Спасибо всем, кто смотрит мои видео, кто оценивает их, кто комментирует. И, в общем, что нужно сделать, чтобы я помог вам? Нужно в комментариях написать, сколько ЛБЗ вы выполнили. То есть, сколько у вас скидка. Это обязательно. Если вы этого не делаете, то тогда вы не участвуете в розыгрыше. То есть, например, я выполнил 4 ЛБЗ. У меня скидка 40%. Также нужно поставить лайк и обязательно подписаться на канал. При этом с помощью колокольчика. Ребята, подписывайтесь с помощью этого грёбаного колокольчика. Потому что иначе видео просто, скорее всего, не будут появляться у вас в уведомлениях. Из-за этого саного колокольчика у меня сейчас канал, ну, хоть и 500 тысяч подписчиков, но большинство без колокольчика. Подписались в своё время, и они просто не получают уведомления. Вот в такой жопе из-за этого Ютуба. Ну, да ладно, это так я немножечко опять-таки драматизирую. Ничего на самом деле страшного нету. И могу сказать, что я выберу случайно какого-то чувачка. Обязательно в конце своего комментария укажите только связь. Ну, как с вами связаться там. Ну, лучше, желательно, напишите ссылку на профиль ВКонтакте. То есть, ссылку, где у вас профиль ВКонтакте. И сколько ЛБЗ вам осталось выполнить. Я могу оплатить за вас до 2000 рублей, не больше. То есть, я могу 50% оплатить рандомно. Я выберу какого-то чувачка, может быть, даже двух, может быть, трёх. Если это видео, ну, смотря сколько оно просмотров наберёт. И вот я выберу этих людей или одного человека, смотря опять-таки, сколько просмотров наберёт. Наверное, кто-то говорит, а, меркантинный. Ну, блин. Действительно, в тяжёлых рядах Ютуба это зависит, ребят. Если вам это нужно, если вы свою, так скажем, заинтересованность показываете, там, просмотрами, лайками, комментариями. То, естественно, я заинтересован. Я вижу, что, блин, ну, ребятам это интересно. И можно продолжать такое делать. Если же никому это особо нафиг не сдалось, то и мне тоже это нафиг не сдалось. Вот как бы так это работает. Но я уверен, что есть люди, и среди них мои преданные подписчики, которые, ну, трудятся-трудятся, уже задолбались, уже, не знаю, фингалы под глазами, не спали уже давным-давно. Но понимают, что уже, может быть, не успеют выполнить. Вот им я хочу помочь действительно, чтобы у них было побольше свободного времени, чтобы они отдохнули. Потому что жалко некоторых людей, реально, замучили их эти ЛБЗ. Так что, ну вот, подписывайтесь на канал, ставите лайк, комментируйте. Обязательно в комментарии укажите, сколько ЛБЗ у вас осталось выполнить. И завтра вечером, 9-го, собственно, декабря, я выберу одного-двух людей, может быть, даже трёх, кто выиграл. И в группе размещу, кто победил. Вот такие вот дела. Ну, а что по поводу этого марафона. С одной стороны, мы получаем премиум танк имбу в подарок. Совершенно бесплатно. Просто за задротство, скажем так. Ну, марафон, он и в Африке марафон. И на самом деле, игра сейчас как-то интересно развивается в сторону каких-то акций, марафонов. И, на мой взгляд, разработчики просто поняли, что таким образом можно неплохо зарабатывать. Кто знает, может быть, даже тем самым они зарабатывают больше, чем просто продавая танк. Потому что, ну, 50%, например, ЛБЗ выполненных, это как раз столько, сколько обычно выполняет там, ну, среднестатистический игрок. У него хватает там скилла времени, чтобы выполнить 50, ну, может быть, 60%. Ну, и дальше он донатит. Или просто забивает, но он в свое время уже потратил на игру. Он сыграл больше нормы. И уже ВГ в любом случае в плюсе. Такая вот хитрая схема. Ну, а если он захотел настолько сильно эту премиум машину, что готов заплатить, то, опять-таки, ВГ еще в большем плюсе, потому что человек просто донатит там и, по сути, покупает эту премиум ПТ-шку. В итоге, как бы, вовлеченность выше и гораздо выше шанс того, что премиум ПТ-шку эту купят и она не останется невостребованной. Так что, ну, и, конечно, в этом случае очень выгодно ВГ такие марафоны устраивать. К тому же, смотрите, какие адские там условия. То есть, там дофигища нужно или чистого опыта, а чистый опыт это далеко не обычный опыт, это довольно сложно его набивать. Или нужно, в общем-то, задонатить. Просто задонатить, как говорится. И, таким образом, в ВГ в плюсе, то есть, они ограничили время марафона, сделали вообще 10 дней, чтобы получить эту ПТ-шку. По сути, вот, чтобы получить ее абсолютно бесплатно, ты должен вот каждый день играть, каждый день упарываться. Да, я знаю, что сейчас найдутся люди, которые скажут, а вон там какой-то киберспортсмен получил ее за 2 дня. Вот ты просто не можешь, ты слабак. Блин, это киберспортсмен, ребята. Это человек, который посвятил свою жизнь игре. То есть, ну, кто-то скажет, что я посвятил свою жизнь игре, но я делаю просто видео по ней. А киберспортсмен это человек, который, ну, изначально у него получалось играть профессионально в эту игру. То есть, как только он начал у нее играть, у него все начало получаться сразу же, ну, с первых шагов. Он гораздо быстрее в ней разбирался. То есть, у него предрасположенность хорошо играть в эту игру. Я не критикую киберспортсменов, не принижаю их скиллы. Они молодцы, они хорошо играют. Но среднестатистический человек это не киберспортсмен. Блин, поймите, нельзя сравнивать киберспортсмена и обычного среднего игрока, которых большинство, большинство средних игроков у нас 99%. Нельзя сравнивать, ё-моё, киберспортсменов и обычных игроков. Я тоже обычный игрок, как и вы. Я тоже стараюсь, мне нужно сильно напрягаться, чтобы хорошо играть. Я должен много играть, там, ну, чуть ли не каждый день, чтобы у меня там максимальный скилл был. А киберспортсмен, он в полсилы играет и уже он играет гораздо лучше, чем большинство игроков в нашей замечательной игре. Так что не надо сравнивать, плюс у киберспортсмена, у него работает, он там стримит, зарабатывает этим все деньги. Он может по 10 часов позволить себе играть. А другие люди, у них есть свои дела, у них есть работа, чтобы, ну, там, заработать себе на хлеб. У них есть также, может быть, семья, девушка, там, может быть, там, ещё что-нибудь, там, может быть, просто они хотят отдохнуть, там, выспаться. Да дофига всего. Я не говорю, что марафон невыполнимый. Он выполнимый, но нужно реально потратить много времени. И стоит ли оно того, вот стоит реально. Я лично для себя решил, что хорошо, что я не стал его выполнять. Вот, честно, раньше я пытался упарываться во все эти марафоны, тратил время, нервы, психовал. А сейчас я, ну, гораздо лучше себя чувствую. Да, я бы, может быть, попытался его выполнить, но времени у меня не хватало. Вот в последнее время времени нету. Ну, вот такие вот дела. Это моё, конечно, конкретное мнение. Спасибо огромное, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok